В воскресенье набережная реки Случ стала центром большого спортивного действия, организованного при поддержке Слуцкого районного исполнительного комитета, Белорусско-Республиканского союза молодежи и многих предприятий города. Хорошему настроению способствовала и погода. В Слуцке 22 сентября было 17 градусов тепла. Еще больше разогрел Случан битбокс от S&S Sky. Настроение как? Идея проведения праздника Гарант Здоровья, посвященного здоровому образу жизни и новому сезону телепрограммы Слуцк ТВ, предложил Слуцк Облгарант. От имени организации открытого акционированного общества Слуцк Облгарант Мы приветствуем вас на нашем празднике. Желаем всем крепкого здоровья. Сегодня мы будем проводить беспрецедентную акцию. 50% скидки на год всем, кто изъявит желание вступить в наши ряды. Спорт – это красота. Спорт – это здоровье. Это сила. Каждый, кто занимается спортом, закаляет свой характер, преодолевает трудности. И я уверена, что сегодня, и очень важно, что в этом конкурсе принимают участие семьи. Это очень здорово. Позвольте поблагодарить сегодня предприятие Слуцк Облгарант в лице его руководителя Стыцко Анатолия Николаевича, а также команду Слуцк ТВ за организацию и идею, и воплощение этой идеи в жизнь. Я уверена, что спорт сделает нашу жизнь еще интереснее и красивее. Желаю вам сегодня всем праздничного спортивного настроения. На праздники выступали наши местные ребята. Образцовый ансамбль танца конфетти и коллектив молодежного центра «Звездопад» доказали, что в Слуцке они и вправду круче всех. Провайдер интернет-услуг и телевидение компании «Амега», кроме беспрецедентной скидки на подключение своих услуг, еще и раскрасила почти всех участников праздников свой фирменный красный цвет. Ну а красной нитью через весь праздник шла презентация нового сезона телепрограммы «Слуцк ТВ». С 1 сентября канал выходит в HD-качестве. Поменялась сетка вещания. Львиную долю эфира занимают топовые сериалы. «Кухня», «Мажор», «Доктор Хаус», «Шерлок», «Отчаянные домохозяйки», «Саша Таня», «Игра престолов» и многие другие. Много хороших фильмов, мультфильмов для детей. По выходным концерты мировых звезд. Конечно же остались проекты, без которых сложно представить эфир канала. Совсем скоро стартуют и новые программы. Прошли ребрендинг сайт, группа ВКонтакте и Инстаграм. Команда «Слуцк ТВ» работает для вас. В гуще событий на празднике, конечно же, были и наши журналисты. Семейный марафон, зарядка с чемпионом, танцевальный флешмоб, выступления спортивных секций и клубов Слуцкого района. Ну и, конечно, презентация нового сезона телепрограммы «Слуцк ТВ». Сегодня, 22 сентября, «Слуцк ТВ» зажигает. А случане отдыхают, участвуют в конкурсах и выигрывают призы. Одним из самых запоминающихся моментов на празднике стал флешмоб «Зарядка с чемпионом». В Слуцк приехал 19-кратный чемпион нашей страны, победитель кубков мира и Европы, чемпион мира по кикбоксингу Юрий Жуковский. Я с удовольствием всегда откликаюсь на такие всякие мероприятия, так как сам пропагандирую здоровый образ жизни, для меня это интересно. И опять же, праздник, хорошо провести выходной день. В своем интервью Юрий рассказал о том, как попал в спорт и поделился своими впечатлениями о нашем городе. Как оказалось, чемпион мира среди любителей и профессионалов в жизни абсолютно не грозный, а добродушный и веселый человек. На самом деле, все начиналось с детства, да, так же, как и большинство ребят, там, моих одноклубников и моих товарищей по команде. Я любил смотреть боевики, там, у нас были наши кумиры Брюс Ли, там, Джеки Чан. То есть, насмотрелись фильмов, захотелось самим что-то попробовать, там, поучиться. Я с удовольствием приехал, в первую же очередь, еще до начала мероприятия. Мы прошлись по городу, посмотрели, пообщались с местным населением, с людьми, вот, сходили, вот, посмотрели слуцкие пояса, пофотографировались, зашли вот в часовню здесь. Ну, интересно, достаточно приятный город, и люди такие отзывчивые, интересные. То есть, ну, у каждого города есть какая-то своя черта, пускай даже, там, в одной области города похожи, но у каждого города есть что-то свое, слуцкое, это тот город, который знают все в Беларуси. Комплекс упражнений на флешмой продемонстрировала случайно Каяна Князева и дэнс-студия 12.33. А теперь на кончике. Вперед. Сторон. Назад. КМС по художественной гимнастике, инструктора по стретчингу и танцам выбрала и самого активного участника. Оооо, ооо, иди сюда, ребенок, и еще, пускай прямо в майке утонет в этой весочке, но для него будет. Аплодисменты есть, серый победитель. Всем детям достаются наши фирменные вот эти красивые шарики, амигу. Оказалось, он делает зарядку самостоятельно. Сначала разминку, потом на улице разминаю так. Так ты молодец, а каким видом спорта? Ты занимаешься спортом? Да, там футбол, плавание. Чемпион также остался доволен зарядкой. Всегда намного приятнее делать зарядку это в компании. То есть одно дело, это когда ты пришел один там, либо дома, либо один в спортзале, а когда компания на свежем воздухе, под солнышком, это вообще здорово. Я получил настоящее удовольствие. Генеральным партнером большого спортивного праздника выступил БПС Сбербанк. Он входит в топ-5 банков Беларуси. А высокий уровень компетенции БПС Сбербанка в части разработки банковских информационных технологий неоднократно отмечался престижной банковской премией «Банк года». БПС Сбербанк является генеральным партнером этого мероприятия, так как банк вообще является проводником ценности, здорового образа жизни. На протяжении уже нескольких лет банк организовывает в разных городах страны благотворительный забег, зеленый марафон. Совсем недавно банк стал официальным партнером Федерации хоккея Республики Беларусь, чтобы содействовать развитию детского хоккея. Вообще мы всегда делаем все для того, чтобы жители страны выбирали наш банк. Все наши продукты, финансовые решения простые, удобные, понятные. Ну и приглашаем всех к нам оформить наш новый уникальный продукт – карту рассрочки «Картофан». Генеральный партнер предоставил и бонус для победителя забега семейный марафон – велосипед. Хотя марафон – слово громкое. В отличие от традиционной дистанции в 42 километра, участники слунского забега бежали порядка 700 метров. По условиям семьи должны финишировать первыми и держать за руки. Обязательным было и наличие в команде ребенка младше 18 лет. В первом забеге приняли участие семьи из четырех человек. Призеры получили подарки от партнеров и бесплатный интернет от Амиго на 3 и 6 месяцев. Первыми в забеге четверок стала семья Тройно, которая забрала себе самокат. «Вы понимаете, что надо бегать? Вы побежали первый раз и сразу же выиграли самокат! Давайте похлопаем!» «Белорусский республиканский союз молодежи предоставил такой крутой подарок!» В основном в забеге было много желающих побороться за велосипед. Журналист Екатерина Никитина взяла себе подготовленного спортсмена. Чемпион мира Юрий Жуковский показал всем, что он еще и бегает быстрее всех. Вне зачета они стали первыми. Ну а главный приз «Велосипед» достался семье, которая о забеге узнала буквально за пару минут. «Я стояла на почте, платила коммунальные услуги. Мой муж мыл холодильник, тут ребенок. Говорит, папа, мама, давайте быстренько все сюда поучим. Ну просто пробежим!» Ну мы и пробежали. «Первое место заняла семья Проскалович. И ББР2 с радостью вручает бонус «Велосипед». «Главный приз – велосипед! Давайте памятную посту сделаем!» «Я вот поздравляю! Во-первых, у тебя лего на неделе есть, чтобы собирать, да? Там шестереночки все эти». Самым юным бегуном стал Макар Саванович. Ребенку нет еще и двух, но он уже может похвастаться своим первым спортивным дипломом. «Я вот это гораздо лучше!» «Давайте похвапаем!» «Первый забег нашего малыша. Надо приобщаться к спортивным соревнованиям. И вообще ради того, чтобы хорошо провести этот день». «А было ли сложно?» «Нет». «Если бы отдельно выступали, наверное, сложно. Когда все вместе, всей нашей семьей, то вообще легко, классно». «Самая многочисленная семья Костеления также без подарков не осталось». «Диплом за первое место в «Самая многочисленная семья» и мягкие игрушки, торт и скейтборд на всю семью. Давайте похлопаем». «Мы люди с активной жизненной позицией. Очень любим всякие разные мероприятия, везде принимаем участие. И нам этот грандиозный праздник очень понравился». «Хотелось бы поблагодарить организаторов этого замечательного физкультурно-оздоровительного мероприятия. Было очень интересно, позитивно. Присутствовало очень много молодежи, спортивной в том числе молодежи, спортсменов очень много. Что для себя отметили, что людям надо, населению нужно организовать вот такие спортивно-оздоровительные мероприятия, потому что это очень здорово, позитивно. Это сплочает семьи, это знакомство между семьями. И, конечно, это здоровье, прежде всего, даже если это здоровье одного дня, это и то очень замечательно». На празднике работали точки торговли, аттракционы и аквагрим. «Ничего не получилось!» Сотрудники Слудского зонального центра гигиены и эпидемиологии на празднике измеряли всем желающим артериальное давление и давали рекомендации и консультации по важным вопросам, касающимся нашего здоровья. В Слудский районный отдел по чрезвычайным ситуациям – постоянный гость на каждом большом празднике. Они и дежурят, и обучают самых маленьких, как правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях. «Слудский районный исполнительный комитет», «Белорусский республиканский союз молодежи», «Компанию Амиго», «Слудский сахаро-рафинадный завод», «Слудский хлебозавод и комбинат хлебопродуктов», «Дрожжевой завод Интерферм», «Слудский филиал Минск Агротранс», «Компанию Универсал Сервис», «А также нашего генерального партнера БПС Сбербанк». Отдельная благодарность нашим информационным партнерам – газетам «Инфокурьер» и «Слудский край», информационным порталам «Слудсгород» и «Мулынбай». Большое событие для большой компании. И сегодня с лучами отдыхали и веселились вместе со «Слудск ТВ». Спортивный праздник «Гарант здоровья» завершился. И сегодня для вас работали Екатерина Никитина, Игорь Стрижкин, Игорь Олейников, Святослав Логвин. И мы не говорим вам «до свидания», мы говорим вам «до скорых встреч». «Воооооооооооооооооо!»